Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать про игру, которую недавно прошел, и она называется Heavy Rain. В переводе с английского это можно перевести как проливной дождь, сильный проливной дождь. Игру можно назвать интерактивным фильмом. То есть вы управляете персонажем в рамках сюжета, но эти действия ограничены, так скажем, общим сюжетом. То есть вы можете сделать много разных вещей по-разному, то есть от вас зависит то, как будет развиваться сюжет этой игры. Ну, можно сказать, фильма, потому что при создании этой игры были использованы различные системы захвата движений, то есть и реальные актеры, то есть все эти движения выполняли, там контактировали и уже с них как бы перерисовывали персонажей. И в игре, в таких играх вы управляете поступками героев, вот. То есть вы больше управляете тем, как они поступят. То есть вы можете там пойти, там, не знаю, в одном направлении, там или там в другом и расследовать дело. Игра рассказывает нам о множестве персонажей, но основное дело это расследование преступления. То есть есть один маньяк, его называют убийца оригами, который похищает детей и потом прячет их где-то в канализации. И из-за того, что идут часто осенью, идут сильные дожди, они как бы тонут вот в этой канализации. У них есть несколько дней всего лишь, как бы есть несколько дней, чтобы найти этих детей. Если не успевают, то они тонут в дождевой воде. Ну, отсюда и название, соответственно. И никто не знает, кто этот убийца, кто этот маньяк, потому что он профессионал, все следы как бы заметает. И вы начинаете игру с того, что ваш главный герой Итан Марс, он архитектор, у него семья, два сына. В общем, просто обычная жизнь, вы там общаетесь с женой, с детьми, там играете, там вы можете вообще по-разному. Там можете бриться, можете не бриться, в общем, большая вариативность поступков. И однажды вы, по-моему, идете там в торговый центр, и, в общем, он отвлекается на минутку. Ребенок, один из сыновей убегает, а второй, по-моему, с мамой. То есть я этот момент не очень помню. А второй, по-моему, остается с мамой. Но это не так важно. И, в общем, отец бежит за ребенком, пытается его найти, но он видит, там ребенок идет с шариком, потому что он ему купил до этого. В общем, ищет, ищет его, и в итоге выбегает на улицу, видит, что ребенок там засмотрелся, переходит улицу, и ребенка сбивает машину насмерть. Вот, это первая трагедия в жизни главного героя. После этого проходит какое-то время. И, ну, соответственно, у главного героя женой проблемы. Они уже расстались, он живет один. К нему второй сын редко заезжает, но старается тоже быть хорошим отцом, несмотря на свое горе. Но также у него уже случаются иногда провалы в памяти, и он видит какие-то, ну, передачи по телевизору про этого маньяка Оригами. И он уже, как бы, у него начинаются закрадываться какие-то подозрения о том, а не он ли это. То есть не он ли этот убийца, потому что не провал в памяти. Он когда просыпается, иногда где-то посередине улицы стоит далеко. И, в общем, как бы, все время нам непонятно, это он или нет. Также параллельно идет расследование дела убийцы Оригами. Там есть несколько детективов. То есть есть один детектив, он такой, ну, прям суперпрофессионал, приезжает из какого-то главного управления. У него есть специальные очки, где он видит всякие там детали, ну, как бы, такие очки будущего, которые показывают ему различные, ну, информацию о предметах. Он на них смотрит, как в 3D-очках там пишут, там, например, следы от шин, такой-то размер, там, вот это, там, следы от пыльцы. То есть он при помощи этих очков может, как бы, увидеть много всяких деталей на месте преступлений. И вот он приезжает расследовать это дело. Там еще одно похищение ребенка. Также есть еще частный детектив, который тоже ходит, ищет, ищет этого убийцу. Ну, и также еще есть несколько героев других. Там женщина, которая тоже более там хочет уйти от своего прошлого. И все, мы, как бы, мы за каждого персонажа проживаем какой-то момент, момент в жизни. В общем, теперь к главному герою, Итану, вернемся. Он пошел играть с сыном на детскую площадку. И там, посадил его на карусель, там, и вдруг, бац, сын пропал. А он, как бы, не помнит, как это случилось. У него опять провал в памяти случился. И в итоге оказывается, что сын его похитил маньяк Оригами. И, чтобы его спасти, он оставляет ему всякие знаки, там, вот эти бумажные подделки Оригами, в которых он должен выполнять различные задания. То есть, ну, там, из разряда пропал стипл по стеклу. И с каждым разом эти задания становятся все более жесткими и жесткими. Как бы, они ставят уже под угрозу не только жизни этого главного героя Итана, но и жизнь других. То есть, готов ли он пойти на спасение сына, ради спасения сына, на какие-то преступления, какие-то морально неправильные поступки. И, как бы, если он делает это, то ему убийца Оригами дает какие-то подсказки, где найти сына. Ну, и параллельно идет расследование детектива, там, эти полиции. Вы все это управляете, смотрите с разных сторон. И, соответственно, вы можете тоже менять развитие событий. И, как бы, до конца игры непонятно, кто, на самом деле, убийца Оригами. Потому что можно... Есть много, как бы, героев, которых можно в этом заподозрить. И многое зависит от того, как вы поступите. То есть, если вы можете находить более правильные, такие более этические, здоровые решения, которые приведут к более хорошему концу. А вы можете... Или можете поступать как-то менее правильно. Но в этом... Это все относительно. То есть, вы можете поступить как-то иначе. Подумать, что так лучше, а так кажется, что хуже. И концовка будет хуже. И в итоге там 17 различных концовок, насколько я понимаю. То есть, все зависит, вот, как эффект бабочки. Вот. Любое изменение влечет с собой в другие изменения. И сюжет кардинально меняется. То есть, у вас, может быть, концовка, как бы, такая... Плохая, полухорошая. Может быть, хорошая. Может быть, там, совсем плохая. Может быть, там, чуть лучше. В общем, 17 разных видов концовок. Проходи сколько хочешь. Но я, вот, я старался поступать в игре так, как, мне кажется, казалось наиболее правильным. Ну, там, с точки... С моей точки зрения. И, насколько я понял, я получил один из самых лучших концов. Таких наиболее позитивных. Потому что я смог, как бы, разгадать загадку. Понял, кто убийца. Не буду вам спойлерить. И, в итоге, как бы, у меня была концовка одна из хороших. Но игра подразумевает, что вы ее можете много раз перепроходить и, как бы, открывать разные, там, детали, разные концовки. Но проблема в том, что после такой хорошей концовки мне не хочется перепроходить эту игру, чтобы открыть какие-то более трагичные концовки. То есть, я понимаю, что вряд ли что-то лучше, чем это уже может быть. То есть, любое мое следующее перепрохождение будет более грустным. То есть, либо там кто-то больше погибнет героев, либо что-то еще. Но, может быть, я потом перепройду. Просто ради интереса посмотреть, как там по-другому события сложатся, если я бы там по-другому поступил. Но вот эта игра, она мне очень нравится, потому что в ней действительно хороший сюжет, такой детектив. И это очень много добавляет атмосферы интерактивности. То есть, вы можете, вы влияете на сюжет, реально. То есть, вы, как настоящий, там, герой детектива, управляете, как бы, всей историей. И ваши действия тоже влияют на общий исход. И мне такие игры очень нравятся тоже, потому что, ну, это, так скажем, как интерактивное искусство. Еще одна степень погружения. То есть, вы не просто смотрите фильм, но вы еще управляете его событиями. Ну, и очень ваше решение очень сильно влияет на события. Поэтому я вам советую игру Heavy Rain. Она вышла давно, 10 лет назад, впервые, там, на третий PlayStation. Потом ее переиздали на четвертый и на компьютер. Соответственно, вы можете брать ее либо на PlayStation 3 или 4, либо на компьютере. И эта игра, она очень хорошо подойдет для любителей детективов. Ну, и вообще, эта игра, она даже подойдет тем, кто редко играет в видеоигры. Потому что в ней, по сути, весь игровой процесс очень, ну, то есть, как бы вы, все ваши действия к чему-то приводят. То есть, вы не будете блуждать вокруг да около, как бы, вы не застопоритесь в свой прогресс. Потому что любое ваше действие там привлечет, как к каким-то последствиям. То есть, у вас не будет вопросов там, как бы, что, пойду ли я не в ту сторону, как бы, придется ли мне возвращаться обратно и все переделывать там по 10 раз, чтобы там куда-то выйти, куда нужно. Потому что там любой поворот влечет с собой продвижение сюжета. И поэтому эта игра очень подходит как любителям видеоигр, так и тем, кто от этого мира далек. И несмотря на то, что игре уже 10 лет, она очень реалистичная картинка. Для меня это не так важно, потому что мне нравятся игры и не только с реалистичной картинкой, но и там двухмерный, какой-то устаревший. Главное, чтобы была какая-то атмосфера своя. Но тем, кто любит вот такую реалистичную подачу, очень подойдет, потому что игру рисовали с настоящих актеров. То есть, они все эти события, которые есть в игре, сами разыгрывали, их снимали там на камеру. У них там везде были кучи датчиков на теле, и потом уже перерисовывали это в графику. Музыка там еще очень хорошая. Так что игра атмосферная, и мне она очень понравилась. Спасибо вам за просмотр. Если вам интересно тоже еще слушать про различные интересные видеоигры, тоже ставьте лайки. Пишите в комментариях, про что вам хочется еще послушать. И спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok